добрый вечер да прекрасно звук есть очень рада вас снова видеть и мы очень ждали этой встречи и я думаю что мы можем начинать всем хорошего вечера спасибо спасибо мы тоже заждали этой встречи у нас сегодня интереснейшая тема скрытый конфликт давайте мы начнем с того что может быть некоторые нас не знают быстро буквально вот минутку представим себя нам мы вместе 26 лет сколько себя знаем постоянно занимаемся саморазвитием постоянно учимся у нас семеро детей мы живем в израиле мы долгое время уже внуки давай но как жили в америке долгое время в россии 10 10 лет вместе жили вот то есть мы такие как бы и россия и америка и израиль знаем про эти страны не понаслышке вот много людей знаем и там и там и там и вот все 26 лет сколько мы себя знаем постоянно занимаемся саморазвитием и развитием особенно в плане отношений мы закончили разные курсы обучения 42 врач невропатолог я больше в бизнесе но она еще врач гомеопат и там многое тоже как и тренеры но и тоже может ли это тренер на пик и коуч и семейное консультирование и мы консультируем пары проводим у нас да такой есть курс квест отношения куда это где мы занимаемся уже парами которые женаты и со стажем и из маленьким или с большим и также это формула выбора партнера как правильно вообще еще до того как жениться как правильно к этому подойти как правильно выбрать и понять что необходимо тебе где-то действительно с этим человеком можете по настоящему реализовать и раскрыться это вот мы такой курс как бы ведем то что касается вместе плане отношений а сегодняшняя наша тема это скрытый конфликт и мы поговорим да вот этот скрытый конфликт по отношений система комплексных тренировок для развития отношений так скажем секундочку и наш скрин да 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 все отлично отлично поехали единственное видно ваши файлы которые слева видно файлы которые слева да 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 они просто просматриваются тоже одновременно не сказать что они очень мешают но наверно там можно сделать да 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 не знаю как это убрать мы сейчас сделали share скрин и я думаю ничего страшного там да да начинаем из того что такое коммуникация дело в том что сегодняшний формат это час вебинар и поэтому мы обычно мы работаем очень много с вами с участниками спрашиваем вопросы вы вовлечены участвовать и так далее но сегодня формат такой будет что мы не очень много будем задавать вопросов не очень много вместе будем взаимодействовать потому что просто время очень ограничено поэтому хотим дать больше информации интересной и поэтому будем немножко поздамая действия да но будем задавать вопросы и сами же на них отвечать но если можно вы сами немножко подумайте коммуникация смысл коммуникации в чем значит много в чем конечно у вас будут разные приходить голову мысли по этому поводу то что мы хотим донести одна из так скажем модели эта коммуникация это не то что ты хочешь сказать эту какую реакцию которую ты хочешь вызвать да то есть мы обычно привыкли к чему что коммуникации там не надо успеть что-то сказать я должен что-то сказать мне нужно же сильно высказать да вот свои мысли свои чаяния там и так далее вот я должен это все выложить да а другой человек свое а я свое и так далее очень часто мы друг друга не слышим главное высказать свое но если вы немножечко вот возьмете на вооружение вот эту фразу эту мысль эту модель что коммуникация который выступает вступаете с человеком сыном с мужем женой с близкими другими людьми на работе и так далее это не то что ты хочешь сказать а то реакция которую ты хочешь вызвать потому что на самом деле мы хотим что-то донести именно до человека если донести это значит что он должен это как-то взять а если взять то тогда он соответственным образом про реагирует на то что вы ему говорите да если вы будете думать о том чтобы сказать такое чтобы вызвать именно эту реакцию на если вы любите человека то вы хотите вызвать у него чувство например того что он понимал что вы его любите да то совершенно по-другому будет строиться ваша коммуникация вы не просто ему вызвать и претензию да именно про реакцию другого человека вот здесь мы хотели бы быстренько сказать о том что мы привыкли к тому что вот есть мы и мы взаимодействуем с какими-то людьми которые вот реально существует и вот они вот такие мы вот такие да это все вот такая вот реальность как бы это да с одной стороны нас нас с другой стороны на самом деле мы каждого человека примерно у нас вот 150 250 людей которые у нас держатся в голове такие проработанные так скажем образы такие которые мы создаем сами в своей голове до много разных характеристику этого у каждого человека и так далее 150 250 если больше то практически но средний человек этого не держит больше чем 150 250 человек если кто-то значит попадает к нам новый такой значимый да то кто-то старый так скажем с которым мало общаемся он выходит за рамки этого в архив так скажем так вот эти люди они присутствуют все в нашем разуме в нашем мозгу в нашей голове и когда мы общаемся то мы общаемся нам кажется что мы общаемся с реальным человеком который напротив нас сидит а на самом деле мы общаемся больше с тем образом который мы создали своей голове вот это очень тоже важно понимать и когда мы говорим про коммуникацию да то надо понимать что очень важно именно следить за тем что человек как он реагирует сейчас очень часто мы реагируем на то что мы создали своей голове один раз и нам кажется что это не изменяется вот этот человек вот он такой как мы его создали этот образ да а он меняется мы все меняемся каждый день с нами происходит куча событий за неделю за месяц за год мы меняемся у нас часто есть люди которые находятся в нашей голове так скажем образы они вот за скажем они заморочились то есть да уже например вот мы выходили замуж на одного человека а он уже как бы и мы продолжаем общаться с этим человеком а он уже вырос изменился и уже другой например одна из таких ярких вещей которые происходят например один из супруга стал религиозным и а другой нет ну и он же и в принципе какие он же не женился на религиозном человеке он живется там на более религиозным не но даже если не вообще светский а человек стал религиозным он хочет теперь соблюдать он хочет что-то и так далее до разделять кашу а тут нет и претензии большого счета какие могут быть я-то выходил за муж знакомого человека я выходила вот за этого и то же самое может быть да как бы наоборот так устроено например что женщина она очень мог вообще фантазии увидел и она себе представила рыцарь такой на белом коне он не в курсе создал образ на такой он не в курсе что у него белый конь должен быть она где конь какой кони он вообще не знает то есть мы себе сами придумали что вот у человека у нас есть свои какие-то стереотипы у нас вот папа например не знаю папа в доме и не будет делать это уже самое потому что у нее так картинки белый конь он должен он как бы присутствует человек не в курсе не знал ему хотя кто-то сказал тогда в этом можно было понять то есть вот здесь вот мы взаимодействуем с этими образами как причем это неважно человек прожил один там не знаю три дня или семья они уже 20 лет женаты и она очень сильно возмущена что на шаббат муж не ставит вот он же ничего не помогает даже вот эту воду не включит но я так на всякий случай просто решила утащить и спросить а вы вообще он в курсе что он должен это делать у вас какое-то распределение там есть обязанности узнаешь он должен делать она говорит нет но уже должен сам знать как он должен знать неизвестно но он должен знать из-за этого людей она обижается он не знает на что она обижается так далее поэтому вот этот момент что мы взаимодействуем сильно вот с нашей какой-то иллюзией с каким-то образом это раз подтверждение того независимо того сколько лет мы вместе у них голове вот он должен об этом подумать он не стоит вы ему сказали он по это сделал и поэтому здесь это очень нужно понимать вот это с человеком нужно эти вещи про габарит это очень-очень важно сказать проговорить тогда он знает что вы от него ожидаете и он вам может хотя я буду это делать хотя бы это знать а бывает что он не знает это вот в этом разница там из образом мы и реальности да если так говорить то реальность настоящая реальность это конечно вообще нам недоступна ну как недоступна мы должны к этому стремиться да это то как раз что является для нас тара творец который дал нам тору он он нам показывает где настоящая реальность да все остальное это наши карты да вот общая фраза для этого всего того что мы говорили эта карта не является территорией то есть каждый из нас в голове создает образы людей вещей событий да как они у них происходят именно через свое восприятие свои фильтры восприятия и соответственно с этим живет да а у другого другая карта и вот наша задача эти карты как бы немножечко как бы сверить карты знаете как говорят когда собираются офицеры там перед наступлением перед какими-то важными событиями да они говорят давайте сверим карты это действительно правильно потому что у каждого даже при том что они может быть напечатаны в одном месте дальше каждый себе подрисовывать свое да вот эти карты их надо сверить надо это понимать всегда и знать что карта другого человека то и той же самой территории того же самого события того же самого человек является другой и вот это очень важная вещь понимание вообще как бы туда куда мы идем про конфликты и так далее такой момент многие думают что понимать людей да как как нам теперь понимать как нам сверять эти карты да люди думают что это нужно видеть родную душу надо тонко чувствовать уметь сопереживать и так далее все это к сожалению заблуждение конечно нужно сопереживать нужно чувствовать родную душу и так далее но это не очень поможет так скажем сверить эту карту понимать людей на самом деле если мы идем в суть суть другого человека это знать то вчера что они чувствуют а чувствуя немножечко скажу что это это не эмоции да вот эмоции чувства тут надо разделять есть базовые эмоции мы туда не идем в грусть там страх там вот интересный интересного пыльство и так далее да а есть чувство чувство обиды чувство ревности чувство вины чувство одиночества и так далее вот это чувство знать что люди чувствуют данный момент радости да это тоже чувство и знать то в чем они нуждаются потребности вот это вообще супер суть вообще всего коммуникации если мы знаем потребности мы сможем вызвать ту реакцию которую мы хотим вызвать у этого человека И есть такая история, что был такой хасидский правеник Раби Мошедаип из Сасова, и он говорил, что понимание потребности другого человека является подлинным критерием любви к нему. И он рассказывал, что он научился любви к другому еврею совершенно как бы у двух простых пьяных крестьян, увиденных в таверне. Один от них спросил другого, ты меня любишь? Он говорит, да. А ты знаешь, чего мне не достает? Он говорит, нет. И тогда его первый спросил, если ты не знаешь, если ты не чувствуешь, чего мне не достает, то как ты можешь меня любить? Да, это сказано в Пардесс-Юсейх Ваикра. То есть вот это понимание потребностей, что на самом деле человеку не достает и что ему нужно, вот это понимание, что действительно ты можешь тогда сказать, что ты любишь и понимаешь другого человека. Очень тяжело определить свои собственные потребности, а уж тем более определить потребности другого человека. Но вот мы немножко сегодня вот этим займемся пониманием, как понять свои потребности, понять потребности другого человека. И тогда, конечно, вот этот, на самом деле, что такое скрытый конфликт, да, вот этот конфликт идет. Это когда мы не понимаем потребности другого человека, что за этим стоит, что он хочет этим сказать. Он каким-то образом, да, ваш партнер себя так ведет, и в вашем заключении мы уже говорили, да, какая-то иллюзия, вы себе можете что-то предполагать. Но на самом деле ему, может быть, кому-то, это то же самое с детьми, может быть, вообще с близкими людьми. Кому-то нужно внимание, кому-то больше уважения, кому-то больше хочется, чтобы его больше ценили и так далее. Когда мы понимаем эту потребность, мы ее можем дать, и тогда вот этого не скрытого, не открытого конфликта не будет. Простой пример, самый простой, да, на самом деле все намного сложнее, конечно же, да, можно, ну, в реальных ситуациях. Ну, просто, чтобы понять, как бы, на простом примере, это, допустим, муж не дарит жене цветы. Ну, как не дарит, он дарит ей на день рождения, там, на 8 марта, там, да, а ей хотелось бы, чтобы он чаще дарил. Какая потребность есть у жены? Ей эти цветы, может быть, в принципе, как бы сами по себе цветы, как цветы, да, они ей не нужны, эти растения, как бы, да. Но она видит в этом, как бы, и чувствует потребность в любви, да, вот так она чувствует, как бы, да. То есть потребность, которая у нее есть, это потребность внимания и любви. То есть она считает, даже может дойти до такого, что она считает, что муж ее не любит. Вот он дарит ей то, и они ходят туда-сюда, но цветы он ей не дарит, да, а у нее это, в ее карте, в ее образе, который она себе создала, тот, кто не дарит цветы, значит, он не любит человека. А есть женщины, которым ни в коем случае нельзя дарить цветы, потому что они считают, что это, как бы, да, реже, живое, и так далее, есть такие. Но я вспомнила одну эту историю про цветы, сейчас, как вам говорю, у нас есть, кстати, друзья, и когда они поженились, муж, ну, как бы денег особо не было, но муж, каждый шабак покупал ей, тратил 10 долларов, покупал ей цветы. Она, значит, молчала-молчала, принимала цветы, потом ему сказала, давай-то путь, не будешь покупать мне цветы, а лучше вместо этого ты купишь шоколадный тортик, купишь какой-то десертик, понимаете, вот опять же, она, у каждого свое, ей важно что-то вкусненькое было получить на шаббат, десертик, знание цветы, потому что все мы разные, да, у каждого свои потребности, индивидуальности и так далее. То есть она может быть, да, вот через вкусовые, кому-то нужно вкусовые ощущения, кому-то нужно, да, запах там цветов, а как визуально, или там аромат, и так далее. Ну, образ она создала в себе, женщина, что вот мужчина с цветами, это значит любит, да, а другой больше любит. А другому нужен больше шоколада. То есть мы о чем здесь хотим сказать, что у каждого своя карта, ее очень важно понимать, мы имеем дело с людьми, которые мы создали у себя в голове, важно инвентаризировать и проходить это снова и снова, потому что люди меняются, и у каждого своя потребность. Если мы знаем потребность, как вот Хасидский праведник, да, говорил, как Мойши Лебсасова, что если мы знаем потребность, тогда мы можем выразить любовь другому человеку, то есть дать ему то, в чем он нуждается. Если мы не знаем этой потребности, то как мы это дадим? Еще такой тоже вот пример достаточно, на самом деле часто встречается, там, да, приходит к психологу муж и жена, и он спросит, что вы друг другу делаете, понимаете, знаете, и жена говорит, я все знаю, что мужу нужно, что это, я знаю, он, например, любит чай, вот такой зеленый чай с лимоном, я ему всегда его делаю. И тут трудно, консультацию психолога выясняется, что муж терпеть не может этот зеленый чай с лимоном, ну, когда, почему же ты пьешь, но ты мне его делаешь, ты мне не спрашивал, что я люблю, я вообще терпеть это не могу, там, не знаю, черный люблю или кофе люблю, да, вот это вот тоже выясните спросить. Да, то есть, почему именно вот Суралея сказала, что это скрытый, да, конфликт, то, о чем мы говорим, наша тема, да, что потребности, они обычно под водой, вот если айсберг, да, представить обычно, очень любят приводить такой пример, да, с айсбергом, есть надводная часть, есть большая подводная, вот большая подводная, это как раз наши потребности, то, в чем мы нуждаемся, то, что мы хотим, по-настоящему, да, очень часто мы это не выражаем правильно, вообще не выражаем. Мы вообще не знаем даже по нашей потребности. Это навык, которому надо учиться. Теперь мы хотели немножко проговорить, что такое конфликт вообще, да, и в чем разница между ссорой и противоречиям. Если можно, хотели бы вас попросить, вот сейчас давайте такой момент, именно когда мы хотим вас попросить написать, что вы считаете, что такое конфликт вообще, и в чем разница между ссорой и противоречием. Ну, хотя бы несколько человек, кто-то напишите. И вот даю такую, я даю на своих вебинарах очень часто те, кто правильно напишут, вот прям полный развернутый ответ, получат от меня 30 минут на бесплатную консультацию. Ого! Да, это еще не в принципе. Я бы сейчас сам написал бы. Ага. Ну, сейчас не могу написать, просто занят немножко. Как и ничего. Но кто как может тут развернуто написать, если у нас время ограничено? И те, кто не первый раз, они должны написать. Как раз проверим. А здесь есть, которые не первый раз. Ссора – это когда есть под контекст. Противоречие – это когда что-то на поверхности. То есть ссора для Даниэла говорит, что ссора – это когда есть что-то такое скрытое, какой-то подводный какой-то контекст. А противоречие, оно находится на поверхности. Конфликт – это когда они могут найти точку соприкосновения. Противоречие – это разница во взглядах двух людей. И они хотят найти подходящее для двух людей решение. Так, это интересно. Таня была на наших людях. Здесь интересно написать, в чем как бы разница между ссорой и противоречиями. Да, Татьяна? Таня, вы близки к выигрышу. Решение совместное. Решение должно быть совместное. Окей. Противоречие чаще всего в недосказанном. Противоречие – несовпадение мнений, которое может привести к конфликту, при котором не могут найти компромисс. Окей. Ссора в глубоких чувствах часто. При ссоре люди хотят доказать свою точку зрения. Вот. Доказать, что он прав. Да, спасибо. Таня, приз получаете. Ссора – это когда не слушают друг друга. Вот. Не знаю, приз дает Суралея, поэтому… Я бы всем дал плюс. Таня радуется. Правильно. Значит, давайте пойдем дальше. Вы можете все равно написать. Мы потом еще почитаем. Нам все равно это интересно. И другим людям тоже будет интересно. Мы пойдем дальше. Давайте такое классическое определение конфликта дадим, чтобы мы все понимали, о чем мы здесь говорим. Под конфликтом красным выделено то, что что-то такое негативное коннотациями, а синеньким такое, так скажем, позитивное. Сразу же вот. Под конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающихся в противодействии людей. Да, противодействуют люди друг другу, вовлеченных в конфликт и обычно сопровождающихся негативными эмоциями. Понимается наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, да? То есть есть противоречия, и вот люди вступают в конфликт такой, да? Который возникает в процессе взаимодействия. Противодействие людей. Это конфликт. А вот смотрите, что интересно получается, когда мы немножечко всего лишь, немножечко переделываем это, да? Под, вот здесь я хотел бы, чтобы вы вставили свое слово, которое вы считаете, вот здесь было бы правильно, подходило бы наиболее хорошо. Под тем-то понимается наиболее эффективный способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, взаимодействия, а не противодействия, да? Заключающихся в взаимной помощи, а не противостоянии, да? Партнеров, и обычно сопровождающихся позитивными эмоциями. Какое слово сюда подходит? Напишите в чат одно слово. Это сложное задание, сразу говорю. Уже пошла высшая математика, да. Ну вот, когда мы сможем, у нас высшая математика идет. Под чем-то понимается наиболее эффективный способ разрешения значимых противоречий. На самом деле все то же самое. Обсуждение. Обсуждение, вы знаете, не всегда могут вызвать позитивные эмоции. Могут вызвать и какие-то негативные эмоции. Хотя мы на самом деле в других наших вебинарах говорим о том, что нет позитивных или негативных эмоций. Все эмоции нам нужны, но мы условно их так называем, да? Позитивными, негативными. Там грусть условно это негативная, а радость, например, это условно позитивно. Хотя на самом деле и та, и другая эмоция нужна. Да, не всегда нужны, и те, и другие, они для нас очень важны вообще в нашем. Ну давай, даем ответ. Любовь друг к другу, обсуждение. Ну подожди, дай чуть-чуть времени. Надо времени. Ну почему это? Понимание, принятие друг друга. Я бы, честно говоря, сам не догадался. Уважение. Вообще. Оп. Так. Кто-то нарисовал, да? Кто-то нарисовал немножечко. У вас там такой есть рейс, ластик-то нарисовал. Можете сделать рейс и стереть голубенькие полоски. Да, никто кроме вас не сможет это стереть. Кто это сделает? О, отлично. Спасибо большое. Любовь к Кашему. Любовь к Кашему. О, вот Даниэль и тоже, если можно, 30-минутная. Хорошо. Она за активность особенно. На активность и на самом деле сейчас мы... Настя, хорошо. Значит, смотрите, опять же, все эти вещи, которые вы написали, все правильные, нет такого, чтобы неправильно, да. Но то, что мы здесь подразумевали, это развитие. Слово развитие. Понимается наиболее эффективный способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающихся в взаимной помощи партнеров и обычно сопровождающимися позитивными эмоциями. Смотрите, почему мы сказали здесь, почему Даниэла мне ответ понравился, что Любовь к Кашему. Потому что то, что Рамбам говорит, да, что наша основная цель в этом мире – это рост и развитие, это познание Всевышнего. И, вы знаете, рост и развитие, познание Всевышнего невозможно без того, чтобы в нашей жизни возникали противоречия. Посмотрите на Тору вообще, да. Посмотрите на все события, которые там описаны. Это просто то рассоткано из противоречий, да. И это то, что нам хочет сказать Всевышний, что когда человек встречается с противоречиями, он в своей карте должен каким-то образом, вот то, что мы говорим, в голове сделать определенные изменения. Он должен преодолеть эти противоречия, да, и приблизиться к Творцу. И это все и есть развитие, это все и есть наша цель в этом мире. Поэтому Любовь к Всевышнему – это как раз мне почему нравится, потому что это то, что как раз и отражает нашу цель в этом мире. Конфликты являются частью… Я извиняюсь, я просто хотел бы немножко вот, что конфликты… Нет-нет-нет, нормально, здесь просто видите, как конфликт как таковой от развития отличается не в немногом. Если мы там заметили, вот, да, в синеньком, то, что мы написали, это как раз в том, что не противодействие, а взаимодействие, да. Это то, что взаимная помощь, а не противостояние, понимаете. То есть, на самом деле, все это отличается только в одном. Конфликт, ссора от развития отличается только тем, что как мы взаимодействуем друг с другом. Мы противостоим, мы начинаем друг друга там критиковать и нападать, атаковать друг друга, или вообще уходить и говорить, что нет, все, уходить, все, да, пусть будет так и все, да. Или атака, или вот это вот уход, все, закрытие, да, это все действия, которые ведут к неразвитию, то есть, скажем, да. Мы замораживаемся вот в том состоянии, а еще хуже иногда идем назад. Но если мы действительно взаимодействуем, взаимную помощь проявляем, да, друг другу, то это приводит к развитию, это то, что Ашем хочет от нас, на самом деле. И я могу такой пример привести, я его когда-то уже приводила, не помню, может быть, у вас или нет, но такая есть притча, что спрашивают одного там мудреца, ученики, почему, когда люди ругаются, они кричат, да, и когда люди, да, и на что мудрец им отвечает? Скажите, пожалуйста, а почему, ответьте вернее, а почему, когда людям хорошо друг с другом, они разговаривают шепотом или вообще могут, да, переглядываться? Что когда люди кричат, да, почему они сейчас вообще, конфликт идет, ссора какой-то и так далее, их души отдаляются, и они пытаются докричаться друг до друга. А когда людям хорошо, их души находятся рядышком, им достаточно перешептываться. Да, так вот, конфликты у нас, да, как бы, наши души тогда начинают отдаляться и разделяться. Вот, идем дальше. То есть, просто здесь мы хотим сказать о том, что конфликты являются частью повседневной жизни. И их практически не избежать, как не избежать, вот, например, там Авраам и Сара, да, Авраам, у него был сын Ишмаэль, да, Тагарик. И Сара приходит, говорит, выгоняй его из дома. Это конфликт или нет? Мне кажется, что это определенное, как бы, ну, он считал, что нет, он должен остаться здесь, да. Иначе бы это не было вот так, что там Всевышний сказал, слушай свою жену и так далее. То есть, видимо, у него было другое немножко мнение до того, как Сара пришла, ему это сказала, да. У него одно видение, у нее другое видение, да. То есть, это, но через этот, так скажем, конфликт, через это противоречие. Мы не очень любим слово конфликт, но больше используем слово противоречие. Есть противоречие какое-то, да. Ты живешь, думаешь одним образом, а тебе приходит какая-то ситуация, она противоречит тому, что ты себе создал этот образ, да. И вот здесь, в этот момент, и идет рост и развитие и преодоление. На самом деле, да, в конце, хочешь туда перейти? Я хочу, как бы, да, немножко дать такую тоже информацию, прежде чем пойдем дальше с конфликтами, что когда что-то возникает, понимание вот этих потребностей, это один из способов, как понять свои свои потребности и понять, да, потребности другого человека, да, как проанализировать какую-то ситуацию, которая возникла. Потому что, конечно, возникла ситуация раздражения. Мы как-то эмоционально на это реагируем. И для того, чтобы в этот момент кто-то может остановиться, сделать паузу и вот продумать, да, сейчас я про это просто расскажу. Кто-то не может, кто-то может хотя бы вечером вернуться к этой ситуации, проанализировав, это поможет в будущем, когда будет похожая ситуация, как бы, да, совершенно по-другому уже отреагировать и понять, что с этим делать дальше. То есть у нас есть три, да, как, если у меня вот все гладенькая, кофточка, все гладенько, если у меня будет зацепки, будут крючочки, можно будет зацепиться. Да, еще это может также назвать, как бы, как три способа, как, наоборот, сохранить гармонию, внутренний баланс. Значит, первый крючок, это когда просто такая зависть, не обязательно к материальному, а в принципе, какие отношения и так далее. Такой зависть. У меня этого нет, а я хочу это иметь. То есть вот у меня этого нет, а у другого это есть. А какие там отношения, а где дочка учится, а кто какой шадук там получил, или там у этого дома, или еще что-то так далее. То есть просто зависть не то, как материально, а вообще к каким-то таким вещам. Второй крючок, это когда у другого, я у другого сорелку в глазу вижу, а у себя в ревно не замечаю. То есть это есть у меня, но я в себе это не вижу и не замечаю. Я терпеть не могу, и раздражает меня очень начальница на работе, которая кричит на подчиненных, но при этом я кричу на детей. Да, ну какой-то такой вариант. И третье, это непроработанная ситуация. И то есть какая-то есть еще история в процессе человек на пользу, в процессе развода, в процессе, например, каких-то еще устройств на работу, или, например, там, я не знаю, кто-то может раздражать, там какая-то женщина какая-то хвалится, у меня там уже, не знаю, там, 25-й внук родился, а у меня еще там никто не женился, а детям там уже по 30-40 лет. И тебя будет раздражать какая-то эта история. Знаете, вот про эти три крючка сейчас не хочу так подробно в это входить. Есть на моем YouTube-канале, да, с Уралей Левентов, можно будет сейчас ссылку там потом поставлю, есть три способа, как сохранить гармонию, и я там об этом очень подробно рассказываю. Если кому интересно, вы можете к этому это посмотреть, скажем, вернуться к этой теме. Но это очень важно понимать, когда вас что-то, понять вот эту потребность, то есть мы тогда, это способ, как мы можем поработать с собой и вырасти. То есть, следующий раз, когда я это понимаю, я эту ситуацию разобрала, меня не будет больше уже это раздражать, потому что я в себе нашла, я понимаю, что опа-на, я там у детей, кто же, я там у детей, причем я как... Есть еще такое понимание вообще, если тебя что-то раздражает других, на самом деле это есть в тебе, но ты себе это ненавидишь, и ты как бы от этого хочешь как бы тогда спрятаться, не видишь и так далее. Когда я это поняла, я уже стараюсь работать над собой, чтобы не кричать на детей, и, соответственно, это начальница, который кричит на подчиненок, мне перестанет раздражать, потому что я уже с собой работаю, я концентрируюсь, на чем мне нужно работать, я не разбираюсь там, да, у кого что-то там какие проблемы у других. Вообще наша, вот у того, у кого мы тоже мы учились в свое время, Нессия Фердман, она говорит, что раздражение, это как раз очень такой хороший индикатор, когда ты можешь понять, где тебе стоит расти и развиваться, где тебе Всевышний показывает точку, твою болевую точку, где есть как раз точка преодоления, если ты ее преодолеешь, то ты будешь расти и развиваться, да, ты вырастешь. Это как раз раздражение, вот там, где раздражение, прям бегите туда, то есть зафиксировать сначала надо это, что есть это чувство раздражения, да, это чувство раздражения. И потом вот немного провести вот этот анализ, который Сураля говорит, да, и вот в этой точке идет рост и развитие, если вы его преодолеете и поймете, что же там. Это тоже скрытая на самом деле вещь, мы говорим сегодня про скрытые многие вещи, да, вот здесь вот скрытая вещь. Казалось бы, нас раздражает что-то, кто-то там вовне, на самом деле это индикатор, сразу красная лампочка, как только вы чувствуете раздражение, сразу же там запишите себе и вечером подумайте на такую уже спокойную голову, да, что это такое. Это один из этих трех моментов, там разобраться, и на самом деле вы себя, свои качества вы улучшите. Кстати, один из факторов, чтобы повысить самооценку, является самопознание, это как раз вот путь такого, да, самопознания, роста себя. И я просто еще хотела добавить, что сейчас месяц Лул, месяц Лул это когда мы очень многие вещи для себя ставим цели на будущий год, над чем нам работать, над чем какие-то свои цели, да, определить свою миссию на следующий год, да, и прощаем, и так далее. Так вот, один из этих вот моментов, когда мы понимаем, над чем нам нужно работать и к чему стремиться, это вот как раз сейчас самое правильное время такие обозначить себе цели, да, такой таргер. Так, возвращаемся к конфликтам. Единственное, у нас уже... Ну, давай, Владимир, да. Значит, есть четыре способа реагировать на негативные высказывания, когда нам кто-то говорит, да. Сейчас мы немножко поработали, когда мы на что-то раздражаемся, да, и можем кого-то там сказать, кому куда надо идти, и что кому делать там, и так далее. А здесь мы сейчас немножко обратно, как бы, да, вот если нам говорят какие-то негативные высказывания, мы можем четырьмя разными способами прореагировать на эти высказывания. Мы можем обвинить себя, сказать, да, я такая неумеха, я такой не... вот такой не это, ну и вот, да, вот я такой вот так, не умею, я там то-то, не могу, нет у меня вот таких знаний, вот это все, это у меня никогда не получится. То есть обвинить себя, обвинить других, ну, сам дурак, да, да, то есть ты мне что-то говоришь негативное, а ты сам иди посмотри, что ты делаешь там, да, грязно у меня дома. Ты разбрасываешь все, да, у тебя дома вообще там еще хуже там, чем здесь у меня вообще по сравнению с этим. То есть обвинить других. Третий способ. Ощутить собственные чувства и потребности. Это вот мы немножечко уже, да, вот подступаемся к тому, о чем мы говорим, про потребности и чувства. Это очень тяжело. Когда тебе кто-то что-то говорит негативное, подумать в этот момент, а что это вызывает, а что это вообще, какая потребность у тебя была, когда ты это делал, да, или не делаешь этого, да, то есть это очень такие глубокие, скрытые, опять же, вещи, да, вот легче первое или второе употребить, чем третье. А вообще вы шаг, как бы это, то есть это высшая математика, как вот там написали, это ощутить чувства и потребности других в этот момент. То есть когда человек тебе что-то негативное высказывает, это обычно за этим стоит скрытый послание, скрытый месседж, который он тебе говорит, что, ну, какая-то боль или какая-то вот чувство, потребность, которую он тебе пытается таким образом выразить. Мы, как вот мы уже говорили, выражаем это очень часто негативным образом. Вот это вот неправильно, вот это приводит к ссоре, конфликтам деструктивным, как мы их называем, да. Есть конфликты конструктивные, которые строят, наоборот, еврейский дом, да, а есть деструктивные, которые его разрушают. Так вот это может привести к деструктивным конфликтам. Мы просто думаем, что дать, потому что время ограничено, чтобы... Мы, у меня вопрос, мы должны закончить в 10? А Виталь, Игорев, кто нам тут скажет? У нас есть чуть больше, чем 20 минут или только 20 минут? Так, ну, не может сейчас нам ответить. Окей, ладно, давай пока. Значит, смотрите, признавая наши собственные потребности, желания, ожидания, ценности, мысли и чувства, мы берем на себя ответственность за наши чувства, вместо того, чтобы обвинять других. Да, есть такое мнение, обидеться. Это я обиделся. То есть, когда какие-то есть ситуации, я, да, нас Всевышний туда поместил, в эту ситуацию. Я решаю, я хозяин своей жизни, я контролирую свои эмоции, и я решаю, как мне себя вести. Я могу так отреагировать, могу так отреагировать, могу совершенно разными способами отреагировать, да, у меня сейчас, который веду группу, мы только вот, да, начали интенсив прощение, вот сейчас, да, вместе с собой, то мы как раз и чем различные способы, как можно отреагировать на ту или иную ситуацию, выйти немножко, посмотреть на это со стороны. Знаете, как когда люди смотрят, вот, футбол по телевизору и рассказывают игрокам, как им надо играть, как надо гол зависть, как туда, как сюда. Я люблю там его. Да, вот из этого разряда. Мы другим вообще все расскажем. Посмотреть на себя со стороны, о, не на себя, а вот представить себе, что это не я в этой ситуации, а кто-то, тогда мы очень хорошо скажем, да можно было вообще всю шутку обернуть, а можно было так сделать, можно было так, надо было вот тут так остановить. То есть посмотреть, я решаю, как я могу себя вести, какую эмоцию. И если я остаюсь в состоянии своей внутренней вот такой гармонии баланса, конечно, если человек себя повел неправильно, обязательно нужно ему то сказать и показать, объяснить без вопросов, но не из состояния обиды. Тогда тебя человек скорее услышит и поймет, потому что если из состояния обиды, я начинаю обвинять. Ну, как бы, да, тут очень просто. И тот человек, который, ты ему так говоришь, он будет защищаться, у него нет другого варианта, защищать или убегать, да, то есть как бы тут, когда такая возникает ситуация. А если мы будем, сохраняем баланс, то я это говорю не с претензией, не с обвинением, а просто объясняю, что я считаю, ну, вот так не очень красиво, вот так вот, мне кажется, не совсем правильно и так далее, да. То есть когда ты это говоришь таким образом, человек, у него есть шанс изменить, да, и принять другое решение, может быть, о котором бы ты хотел. Но если ты начнешь обвинять и требовать, ну, это будет конфликт. Может быть, человек потом так сделает, потому что мы его, так скажем, заставили, заманипулировали, но это не будет его желание. А когда ты ему говоришь из состояния гармонии и баланса, то тогда он сам принимает решение и как бы это будет достаточно гармонично, мы не пришли к этому конфликту, да, это очень такой важный момент. То есть, да, если мы выражаем свои потребности, обязательно момент, чтобы в состоянии вот этого внутреннего спокойствия, гармонии, баланса, какое слово хотите себе подставьте, у нас больше шансов, что они будут удовлетворены. Да, то есть, если я хочу что-то попросить своего мужа, чтобы он не что-то сделал, мужа, детей, да, какой-то, если я просто объясняю, почему мне это важно, что я это хочу и так далее, а не требую или не обвиняю, что он что-то, вот, например, я написала список продуктов, помидоры не купил, а мне помидоры позарис нужны, вот, я же планировала, я там и суп должна томатный сделать, и соус там макбука, там, не знаю, еще и так далее, что-то такое, то не купил, приезжает домой, помидоры, где помидоры, нет помидор, что происходит, дальше начинаю на него наезжать, как же ты, понимаешь, чем думал, я написала, написала, видишь, почему не купил, и дальше, из-за этого может быть скандал, потому что там муж мне ответит, да я вообще больше уходить, чтобы он был заниматься, не буду ходить сама, ну и так вот. А тебе думал, любимая. Ага, и завел про помидоры, вот, значит, это один путь, который привести, может быть, можно человека заманипулировать, заставить пойти, и он придет и скинет эти помидоры, скажет, на тебе твои помидоры, да, вот, ну, может быть, и так дойдет, а в принципе, если сказать, ты знаешь, что самоверсов, не вот входить в эту, в панику, ну как же, помидоры-то не купил, главное, что первое, что я ему написала, а сказать, что, Андрей, я планировала сделать вот это, вот это, вот это, и вот без этих помидор, вот просто жить не могу, потому что это, не могу вообще начать готовить, мне нужно вот срочно их позарить, и так далее, спокойно, тогда человек, да, может быть, и выйдет еще раз в магазин, и купит, купит, но он это сам сделает, без вот этого надрыва, без этих конфликтов, без этого, да, подавись. То есть, вот именно внутри, мы говорим, то, что внутреннее состояние, и просим, а не требуем, да, то есть, вот, идеи сделай, тогда, то есть, когда вы обращаетесь, вежливо, гораздо больше шансов, что вы получите то, что вы просите. здесь просто примеры написаны, вы их, наверное, прочитали. Он должен убирать, за что он не мог убрать за собой после готовки на кухне, то есть, нужно вежливо, не могла бы ли ты мне приготовить, а сделай, пожалуйста. Между прочим, это также относится к детям, очень часто детям говорим там, требуем, иди принеси, иди сделай, иди то, иди то. А если, и понятно, как себя ребенок может ощущать, но если мы сделаем это, попросим в виде просьбы, то это будет гораздо, можем получить этот результат, который хотим. Да, ну, и теперь вот про потребности в отношениях, да? Да, кто-то опять нарисовал, может тоже стереть. Потребности, у нас есть вообще много разных потребностей, на самом деле, целый список, целый список, десятки. Вот, есть таких шесть основных, и они могут преобладать какие-то, потребности всегда, ну, это отдельно у нас такая тема еще есть, и мы сейчас хотим бы говорить, да, про потребности в отношениях, в принятии меня принимают таким, какой я есть, да, то есть потребность, я хочу, чтобы меня принимали. Немножко подсказки просто вам, да, то есть, когда мы говорим, надо понять потребности, вот, другого человека, или самого себя, для того, чтобы коммуницировать с человеком, эффективно, чтобы действительно вызывать ту реакцию, которую нужно действительно, нести любовь, как бы, да, мы просто даем вам подсказки, это не значит, что вот только четыре и все, но просто эти четыре основные, конечно, просто если вы их запомните, да, и вы сможете услышать, что в любом послании, в любом месседже, который вам дает ваш партнер, есть одна из этих четырех вещей, обычно, в 80% случаев, да, опять же, скрытая информация, вот потребность, это скрытая, это подводная часть, месседжи, когда люди разговаривают, и вот там есть четыре потребности, в принятии, в близости, быть важным для тебя, и быть любимым. Ладно, близость, эмоциональная близость, да, очень важный этот момент. И видеть, то есть мы должны как-то, то есть что значит потребность в отношениях, мы каким-то образом это проявляем так, что другой человек понимает и видит, и чувствует, что его принимают, что с ним близки, да, с ним делятся, что этот человек вам важен, и он любим вами, то есть это проявляется через определенные действия, да, какие-то вербальные или невербальные. Работает в обе стороны, то есть когда вы хотите что-то объяснить другому, что вам важна эмоциональная близость, да, то вы должны это более как-то говорить, ну вот эти потребности выражать более понятным языком, что-то, да, и говорить про это, не надо молчать, не надо это замалчивать, и опять же, ну, пытаться это сказать как бы правильно, да, как в виде просьбы, вот все, что мы сейчас проходили, это очень важно, да, и донести свою потребность до другого человека, и также в обратную сторону, понять, что стоит за тем или иным выражением другого человека, какая потребность, какая вот подводная часть, так скажем, да, в его фразе. Фраза сама может даже выглядеть очень обидной, с его стороны, но если вы любите человека, то надо понять вот эту скрытую информацию, если вы ее поймете, вы удовлетворите эту потребность, вы станете ближе друг к другу, этому человеку станет хорошо, и он будет, как бы, чувствовать, что вы его любите, и будете вместе, и у вас будет только расти, расти, расти ваш дом, да, то есть, вы преодолеете, вот, ту негативную, так скажем, какую-то нападку, там, этого человека, который вам говорит, ваш партнер, да, если вы действительно поймете потребности, удовлетворите ее, это все, это просто, вот, высший пилотаж, да, то есть, тогда, тогда вы преодолеете, он больше вам этого не будет говорить, потому что его потребность удовлетворена. Смотрите, есть, тоже на YouTube-канале, можно подавить там, Facebook, Instagram, так у меня есть ролик, кейс бабушка называется, да, то есть, это, это, конкретно, совершенно там, ситуация, женщина-врачи, и вместе с ней, в доме, свою семью, жила еще бабушка, бабушка, ну, в возрасте нездоровая, и когда она приходила домой с работы, эта бабушка сделала вырванные годы, то, что называется, все время были конфликты, ссоры, скандалы и так далее, и когда мы с ней разобрали, там, да, как бы за один сеанс мы все это разобрали, поняли, в чем потребность бабушки, что происходило, стало происходить, она первым делом, когда она приходила домой, не снимая сапоги, не снимая пальто, заходила к бабушке в комнату, и говорила, бабушка, добрый вечер, я вот только пришла с работы, я, ну, как бы устала, вот приду в себя, поел, и обязательно к тебе зайду, бабушка, хотел, чтобы ей померили давление, немножко уделили ей внимание, не так много, тратила одну минуту, удовлетворяла ее потребность, да, во внимании, по большому счету, все, весь вечер было тихо, все ссоры, скандалы, конфликты прекратились, да, человек приходил, тратил одну минуту, но зато была тишина, и спокойствие, то есть, это иногда достаточно, когда понимаешь эту потребность, ты потратишь, не знаю, знаете, вот 2-3 секунды, и все, и это достаточно, это не вызывает дальше никаких историй, у мужа жены очень часто, жена что-то рассказывает, муж не реагирует, он молчит, он услышал, но он же не дал обратную связь, что думает жена, жена думает, ее не услышали, не поняли, она рассказывает второй раз, а муж опять не реагирует, нет, ничего не ответил, пойдет дубль 3, дубль 4, пока муж не ответит, а уже как он, он же будет уже раздражен, он же будет сильно, и муж уже 3-4 раза это все рассказали, там что-то так, не важно, что-то на работе произошло или с кем-то хотели посоветоваться спросить и так далее то есть а и здесь происходит такая вот на самом деле какая потребность быть услышанной если вы после первого раза муж бы сказал там не знаю очень интересно я понял я услышал да ладно слова все не было потом бы во-первых он бы не слушал эту пластинку 5 раз и не раздражался бы каждый раз еще больше и жена бы поняла все и услышали больше ничего не нужно достаточно бывает да это всего несколько мгновений несколько секунд до какого-то даже в принципе ничего и дело это не нужно но сохраняется в доме спокойствия и гармоничная атмосфера мы иногда просто идем не идем на это то есть муж там может не ответить например женишь что он услышал это он таким образом ей там вместить за что-то или он ей хочет таким образом выразить свое вот негативное отношение к тому что она говорит да он специально и не дает эту потребность или жена специально не осознанно специально имеется ввиду как бы то есть подсознательно даже дайте мы даже не знаем как мы мстим это подсознательно все выражается в этом-то и фишка в том чтобы поднять это в сознание понять что я же люблю этого человека да давай я и дам то что или ему дам то что он хочет как бы на самом деле это преодоление себя преодоление своего эго на самом деле преодоление вот этой гайвы как бы да то что является сам окей на ставить и у нас еще да немножко времени я хочу мы сделали одно такое упражнение и как бы и я вам предлагаю сейчас просто расслабиться займите удобное положение вот даю вам несколько так скажем секунд и просто займите удобное положение и позвольте себе займите удобное положение почувствуйте как ваша спина соприкасается со спинкой стула или кресла на котором вы сидите обратите пожалуйста внимание на ваше дыхание и как приятная теплая волна проходит по всему вашему теле сверху вниз снизу обратите пожалуйста внимание как подергиваются веки глаз как расслабляются мышцы это и сейчас у нас будет очень интересное упражнение который позволит вам понять немножко другого человека и понять его потребности и попробовать увидеть мир глазами другого человек попробуйте подумать какой-нибудь конкретный небольшой небольшую какую-то конфликтную ситуацию которая у вас чаще всего возникает с кем-то из ваших близких семье или с мужем или с детьми или с родителем и может быть на работе вспомните вот этот последний конфликт где он происходит какой обстановке кто его участники посмотрите как бы немножко со стороны на эту ситуацию увидите себя как вы себя ведете как вы разговариваете каким тоном какой тембр голоса что вы говорите что вы добиваетесь этим разговором что вы хотите для себя чем в этом конфликте да что как вас задевает как вы задетесь о каких потребностях вы пытаетесь сообщить другому человеку сейчас очень важный вопрос дает ли такое поведение какой-либо результат и какой результат какую энергию вы посылаете выделяете собеседнику вот в этот момент когда вы так себя ведете это ослабляет этот конфликт или усиливает когда вы посмотрели на ситуацию своими глазами и теперь представьте себе чтобы как будто бы выходите из своего тела и вот у вас есть сейчас такая супер возможности сверх энергия какая-то сверхсила и вы переселяетесь в тело другого человека и вы смотрите на мир его глазами вы можете читать его мысли вы можете чувствовать то что чувствует другой человек даже не можете посмотреть на свое тело на свои руки как бы его глазами вы полностью находитесь в теле человека с которым вы разговаривали как бы станьте им и посмотрите теперь на эту ситуацию его глазами как он вас видит как он вас воспринимает как он вас слышит как он думает что вы добиваетесь что вы хотите для себя и получается ли да у того это получить вот этот результат сообщить то что у того человека на душе а на самом деле какую энергию вы бы хотели получить от того вот собеседника и какой вы получаете на самом деле да попробуйте вот посмотреть как вы как этот человек в виде на что похож этот разговор на что похож вот эта коммуникация а теперь попробуйте тоже вы выходите что из вашего оппонента нашего дача собеседника и смотрите на эту вот как бы на вас и на собеседника вот на эту коммуникацию со стороны представьте себе что вы вылетели где-то не знаю где-то на шкафу на столе на столе где-то со стороны сверху смотрите на коммуникацию этих двух людей на что она похожа а теперь попробуйте посмотреть на эту ситуацию любящими глазами вы смотрите на своего собеседника любящими глазами и собеседник на вас смотрит любящими глазами попробуйте ответить себе на вопрос какие способности какие способности какие таланты какие умения стоило бы вам иметь набраться какого-то опыта умений чтобы решать подобные конфликтные ситуации каким-то другим более экологичным способом все эти умения навыки у вас есть просто подумайте какие может быть их нужно активизировать и научиться решать такие ситуации каким-то другим образом как можно к этому поменять отношения может быть добавить юмора может быть говорить другим тоном голоса может быть больше просить может быть лучше объяснять может быть просто проявить эмпатию или взять за руку или посмотреть и почувствовать что на самом деле чувствует другой человек и что ему сейчас нужно услышать почувствовать понять его а как вы думаете что стоило бы иметь вашему партнеру какие способности и умения чтобы тоже по-другому себя вести в такой ситуации и представьте себе что теперь и вы и ваш партнер имеют эти способности и они могут решать подобные конфликты подобные какие-то ситуации другим образом и вам это нравится вам с этим комфортно как вашему партнеру когда это будет происходить теперь вот так другим образом по-другому попробуйте представить что когда вы общаетесь с партнером и решаете какие-то разные вопросы состояние гармонии любви тепла и баланса такой внутренней гармонии внутренней любви и когда вы посылаете своему партнеру такой внутренний свет и тепло и ваш партнер вам посылает также внутренний свет и тепло меняется ли ваш тон голоса меняется ли ваш взгляд ваше поведение ваши действия как вы друг с другом взаимодействуете исходя из того что вы смотрите на своего партнера с любовью и с внутренним состоянием с внутренним гармоничным состоянием и ваш партнер также а может быть достаточно когда вы находите в этом состоянии гармонии даете и делитесь этой любовью со своим партнером он это чувствует и это тоже его преображает и трансформирует и возможно такие ситуации будут проходить совершенно по-другому это возможность расти развиваться и вместе двигаться вперед к той цели которые у вас есть к тем целями которые вы себе ставите совместно попробуйте вот из этого состояния состояние гармонии состояние внутреннего света состояние любви и тепла общаться с людьми и представьте себе как вы уже это делаете как вы разговариваете когда вы так себя чувствуете и почувствуйте где в теле как ваше тело знает что вы сейчас испытывать это состояние любви тепла гармонии делитесь этим внутренним светом который да вы им наполнены и вы можете им делиться это нравится окружающим вас людям когда вы так общаетесь и так взаимодействуете это нравится вам и где в теле это состояние вот это ощущение вы знаете что это состояние внутреннего такого света гармонии баланса где она находится в теле в животе в голове в груди в руках почувствуйте где это место в теле если хотите вы можете положить туда руку чтобы лучше ощутить и почувствовать это состояние и возьмите его с собой и старайтесь общаться с людьми особенно близкими и любимыми находясь в этом состоянии и вы можете взять себе такую привычку утром перед тем как вы просыпаетесь представлять представлять себе что вы находясь в этом состоянии планировать свой день как вы разговариваете со своими близкими да вы как бы уже даете такую себе установку как вы будете как будет протекать ваш сегодняшний день возьмите это возьмите это себе в привычку и старое даже когда возникают какие-то ситуации которые посвободят из баланса вспомните это ощущение вспомните где оно находится в вашем теле осознанно сосредоточьтесь на нем и исходя войдите в это состояние и общайтесь исходя из этого состояния любви и внутреннего суда сейчас можете вернуться на свои кресла на свои диванчики стульчики снова почувствовать свое тело у вас есть только время сколько вам необходимо и открыв глаза вы обязательно улыбнитесь сейчас у нас есть время для ответов если есть вопросы там да или кто-то задает ладошку микрофон или письменно единственно что хотела сказать да вот мы проводим такие тоже по квест-отношениям средние семинары курсы и вот мы впервые будем делать уже не только такой вот вебинар мы делаем курс интенсив да вот я проводила интенсив это месяц по поднятию самооценки сейчас мы вот начала если кто-то еще хочет может присоединиться на интенсив по прощению где мы говорим про прощение про шоу и определение своей миссии на следующий год а вот 1 ноября мы начинаем такой интенсив для пар когда квест-отношения где у нас будет действительно такая проработка это обычно закрытая группа отрабатывать даем задания где вы друг с другом будете проходить более так все это детально это уже будет это уже тренинг да вот такого плана если кто хотите пожалуйста присоединяйтесь и скажем дайте это знать вот в чате у вас есть да мой телефон и и у меня у меня есть да две ватсап-группы фейсбук инстаграм то есть можно нас найти так скажем так какие вопросы спасибо большое на самом деле удивительный был тренинг в очередной раз спасибо огромное это действительно была и встреча где вы что-то рассказывали и много было практики очень здорово особенно вот в конце да вот такая расслабляющая пауза была просто удивительно я думаю что после нее как раз просто сон будет у всех просто и те кто еще не заснули нет я думаю что не заснули на работу все завтра побегут просто вот встанут на раз и два пишут такой вопрос спасибо большое за урок и за медитацию я была в ситуации посмотрела как общаюсь с другим человеком и поняла что это как раз то как мне не нравится когда со мной так общаются просто вау но это даже не вопрос это уже на сегодняшнюю встречу спасибо вам огромное давайте наверное буквально минутку подождем пока люди может быть сформулировать хотят вопрос и может быть сейчас да они немножко действительно от такой медитации да я действительно хочу напомнить всем что дважды в день у нас проходит сейчас до четверга с четвергом включительно такие встречи и вы можете записываться на индивидуальные консультации со всеми спикерами если у вас есть какие-то сложности вы не можете по какой-то причине связаться со спикерами пожалуйста вы можете это делать через меня да и я каким-то образом вас свяжу если вдруг ну вот вижу сурулея у нее есть много всего и фейсбук и инстаграм поэтому я думаю тут проблем не должно быть но тем не менее если есть какие-то сложности какие-то дополнительные вопросы пожалуйста спрашивайте не стесняйтесь мы ответим насколько пары мы консультируем очень часто вместе с мужем то есть как бы я индивидуально там работаю я врачи всем занимаюсь но пары мы очень часто консультируем вместе это как бы я считаю очень это уникальная такая вещь на самом деле и большой плюс когда муж с женой приходят вместе и получают консультацию как бы тоже от мужа и жены как бы и мужская и женская точка зрения это так это да конечно подход это помимо знаете как бы сами себя похвалили да но это действительно очень я считаю что это достаточно крутая такая вещь и не так часто она встречается это правда и завтра у нас тоже урок так что пожалуйста в 9 часов другая тема будет совершенно да вот я как раз тоже хотела сказать что завтра у нас как я вам сказала все спикеры выступают у нас два раза и как раз получилось так что завтра мы снова увидим межпохоли винтов в нашем эфире тоже в 9 часов ну и пока я вижу что вот у нас вопросов нет возможно они появятся к завтрашнему дню люди сейчас действительно поспят и как-то переосмыслят и захотят задать вопросы и я тогда думаю что в таком случае мы будем прощаться мы еще раз спасибо да спасибо большое организаторам спасибо большое вашему центру и это супер что вы такую неделю сделали сейчас прям довольны да мы приближаемся к крошу шана спасибо вам большое спасибо всем участникам рады были всех видеть чувствовать что вы были с нами в развитии в росте и особенно в это время и луле всем спокойной ночи всего самого доброго спасибо и о о Субтитры подогнал «Симон»